Дамы и господа, с вами Бездельник. Сейчас я познакомлю вас с захватывающей игрой, которая длительное время находилась в раннем доступе, постоянно дорабатывалась и видоизменялась. Релизнулась она 26 января 2020 года. Это мультиплеерный онлайн-экшен на выживание в жанре социальной дедукции от первого лица. Действия игры разворачиваются в Арктике в 1847 году, куда отправляется наша экспедиция Британской империи из Лондона. Группа исследователей в составе 8 человек отправляется через Арктику на своем корабле, но их задачи усложняют двое предателей, которых нужно будет выявить и устранить, чтобы успешно завершить свою цель. В игре присутствует несколько профессий, так называемых ролей, которые игроку необходимо отыгрывать. Для того, чтобы выжить, в игре присутствует много механик и крафта. Моя вариативность уничтожения команды просто огромна. Геймплей цепляет тем, что заставляет тебя взглянуть на своих товарищей с другой стороны, проскинуть мозгами, просчитать свой или чужой план действий. Не стоит забывать, где мы находимся. Это же Арктика, с ее суровыми условиями. Двигаться дальше нам будут мешать лютые морозы, свирепые животные, резкое наступление темноты, невыносимый голод и немного черной магии. Только... Что устраивает все эти козни? Кому из членов экипажа лучше не поворачиваться спиной? За кем следует приглядывать особенно пристально? Можно ли доверять повару, который заведует кухней? Или морпеху, у которого на поясе заряженный мушкет? А может быть сам капитан сошел с ума и хочет обречь всех на страшную смерть во льдах? Это нам и предстоит выяснить. Ну что ж... Кушать подано! Ха-ха-ха! А имя этой игры... Страшный голод! Ну что ж, пиздельники, начнем проходить обучение в игре Dread Hunger. Лондон, Англия. День экспедиции. Сегодня мы отплываем из Лондона. Нас ждут приключения в северо-западном проходе. Такой серьезный капитуал. На серьезном, мать его, корабле. Добро пожаловать на борт, капитан. Мы готовы к погрузке. Уф. Индустриальная революция полным ходом. Ну что ж, не будем терять ни минуты. Встаем за штурвал и начинаем наш путь. Вы видите корабль из порта. Кажется, дал с излишком направо. Давайте выруливать. Ничего. Ничего-ничего. Кажется, все идет как положено. Команды тут ходят, не знают пока чем заняться. Ну да, пока только отплытие. Экспедиция в полной мере еще не началась. Будем надеяться, что это приключение будет для нас не настолько суровым, как оно могло бы быть. И все экипажи корабля вернутся к себе домой, к семье и к детям. Путь начат. Арктика. Шесть месяцев спустя. Ух. Суровая правда жизни. Пищевая цепочка во всех ее проявлениях. Нам дали играть за какую-то охотницу, которая... Эх. Не получилось попасть второй. Но ничего. Будем выслеживать волка. И забьем его чем-нибудь. Уже в ближнем бою. Бедный зайчик. Ну ладно. А получится у нас ли подобрать ту стрелу, которую мы выпустили лишней? Нет, к сожалению, не получится. Так. Волк оставляет кровавые следы. Ну, тем и легче будет его найти. Мы постепенно начинаем хотеть есть. В левом нижнем углу экрана видно наша статистика. Голод. Вы проголодались. Поешьте, чтобы утолить голод, который обозначен зеленым цветом в виде окорока. Так же там есть сердце. Видимо, это здоровье. И огонь. Наверное, это температура тела. Так. Нужно бы не попасть в холодную воду. Ну ничего, ничего. Обмочили пятки. Вода ледяна. Если плыть в ней, ваше тепло будет теряться. Все верно. Тепло отображается в левом нижнем углу экрана голубым цветом и огнем. Так. Аккуратно, чтобы нас не прибило нахрен. Убейте волка. А где же ты? Иди сюда, волчара позорная. И добьем тебя. Отлично. Так. Еще пару ударов в голову на всякий случай. Чтоб наверняка. Сырое мясо. Сырое мясо можно добывать с мертвых существ. Приготовьте его на огне перед тем, как есть. Начнем разделывать тушку. Угу. Мясо животное сырое. Одна штука. И так можно до трех единиц. Правильно? Все верно. И последний кусочек. Наша героиня уже скоро начнет погибать с голоду. Угу. В последней разделке мы еще сняли шкуру с этого волка. Думаю, она нам пригодится когда-нибудь. Чтобы разместить чертеж костра, удерживайте Q. Выберите чертеж в меню и затем нажмите левую кнопку мыши. Установили. Теперь что нужно? Три дерева и четыре камня. Верно? Верно. Один камень, видимо, тут уже есть. Ну, давайте соберем. Может быть, даже с небольшим излишком. Чтобы потом поддерживать огонь и подбрасывать дровишки. Сделать костер. Отлично. Нужно зажать клавишу I. Угу. Готовка. Положите сырое мясо в костер, выбрав его и нажав F. Затем просто дождитесь, когда оно будет готово. Все понятно. Просто бросаем и просто оно само готовится. Почти как микроволновка. Вас одолевает голод. У голодного человека максимальное здоровье медленно уменьшается. Чтобы здоровье начало восстанавливаться, поешьте. Так, нужно скорее забрать. Ага. Чтобы ничего не сгорело. Ну что? Давайте восстановим наш голод. Черт возьми. Кажется, это пещера злостного белого медведя. Проклятый волк хотел нас здесь загрызть. Так еще и по итогу просто-напросто подставил тем, что сюда привел. Как же выберется наша героиня из такой подставы? Корабль Виндига ранее в этот день. Возвращаемся к нашей экспедиции. Но, видимо, все идет как и положено. Стоп. Тотем. Какие-то злые духи видимо хотят остановить наш путь. Угольщик-инженер. Угу. Вот черт подмечает, что угля почти не осталось. Для работы котла требуется уголь. И когда весь уголь сгорит, корабль остановится. Давайте подбросим в котел корабля еще угля. Последний кусок. Запустить костел. Чтобы запустить котел корабля, разожгите топливо в нем. Из требуемых компонентов подойдет любое, что содержит древесину или может гореть. Как уголь. Ну что? Разжигаем. Отлично. Найдите уголь еще. Ух. Что? Смотришь? Куда дальше будем держать путь? Надеюсь, ты знаешь, что ты делаешь. Священник. Да, преподобный. Команда слишком устала, да? Слишком затянулась. Да, видимо, всех уже напрягает такое долгое отсутствие дома. И морально все это давит. Холод, голод. Рассудок начинает теряться у команды. Будем надеяться, что экипаж не будет ругаться и начинать какой-то бунт на корабле. Найдите уголь. Открыть хранилище. Нарды для угля. Уголь это горючая порода, которую можно использовать в качестве топлива для котла корабля. Ну что, вполне логично. Уголь. Горючесть высокая. Отлично. Подбросьте топливо в котел. Давайте вернемся и сделаем то, что нужно. Забрались на борт, а теперь спустимся в трюм. Глубокий вздох. Кажется, все устают. Ну, две единицы угля. Это не густо, конечно, не густо. Давайте посмотрим, куда корабль пойдет дальше. Ну что, ребят, может быть, немного благодарности за то, что мы единственные спустились с корабля и добыли угля. Нет? Никто не хочет поблагодарить. Но ничего. О! Там еще одна пещера. И, кажется, там горит костер или факел или, может быть, фонарь. Льдина. Льдина это тонкий слой льда, плавающий по воде. Корабль может проходить через Дины, но они замедляют его продвижение. Что логично. Обыщите пещеру. Ну, если там что-то горит, значит, там кто-то был. Возможно, человек там еще до сих пор на месте. Может быть, сможет нам как-то помочь. Какая-то тишина и много крови на входе в пещеру. Видимо, стоит опасаться. Вам фонарь. Фонарь дает свет и в небольшом количестве тепло. Нажмите клавишу левую кнопку мыши, чтобы фонарь потушить. Так, но я думаю, нужно пользоваться качественно этим, Чтобы полностью фонарь не сгорел. Нам ведь еще и выбираться отсюда. Боже мой, сколько же здесь костей. Тотемы. Тотемы это пагубный предмет, дающий силу одержимым. Найдя тотем, сразу уничтожьте его. Хорошо. Но пока никаких тотемов у нас нету. Открыть хранилище. Это еще нарт для угля. Давайте их обыщем. Не будем зазря терять дорогое свечение фонаря. И на время выключим его. Вау! Вот эти нарды уже другое дело. Они забиты полностью. Я бы даже сказал, уголь из них так и валится. Давайте возвращаться. Нету здесь никаких гостей в этой пещере. Давайте ускоримся. Мне здесь совсем не нравится. Ух. Вылазка прошла спокойно и безопасно. для нашей жизни. Что? Запрыгиваем на борт. И снова спускаемся в трюм. Нужно выключить фонарь. Использовать экономно. Не забываем. до игра еще не полностью ресифицирована. Но я думаю все будет достаточно понятно. Все таки выживаем интуитивно. Для движения корабля понятно. Крутим штурвал подбрасываем уголь и двигаемся дальше. А если ребятам что-то будет непонятно переходите к моим роликам и ознакомливайтесь. Вот как раз сейчас пройдем полностью обучение и начнем играть уже полные катки. Белая пелена. Это белая пелена временно ухудшает видимость. Многие моряки верят что это плохое претензамен да я тоже так думаю отсутствие видимости это просто ад. Корабль может разбиться терпеть крушение да и со спины кто-то может напасть даже не успеешь услышать и отбиться. Вот же черт так и получилось вскоре после столкновения корабль Виндига повреждение корабля когда корабль поврежден в нем возникают пробоины если эти пробоины не устранить корабль в конце концов потонет давайте скорее заделывать их течь в корабле заделать течь починить эту течь иначе корабль наполнится водой из компонентов для этого требуются доски и кажется гвозди найдите инженера зачем мы же еще не устранили все пробоины хорошо если надо то надо мы уже играем за другого персонажа да это кажется не инженер потому что мы должны его найти опять какие-то трупы что это топор можно еще обыскать скелет давайте это и сделаем костяная дубина как такой с которой мы отбивались от волка когда играли за охотницу здесь кто-то жил чья-то юрта вроде бы так это называется наверное это охотница но ее здесь нету будем надеяться она жива после нападения такого опасного зверя как белый медведь инженер корабль нужно сдвинуться я буду присматривать за порядком посмотри что вы найдете среди обломков вау а тут еще один корабль есть еще одно кораблекрушение здесь становится уже опасно видимо белая пелена частое явление в этом месте ни один экипаж здесь погиб будем молить господом чтобы это были не мы черт возьми волки целая стая один готов раз два и три бросок отлично мы прямо обезглавили волка что же его голова зависла в воздухе кровавое месиво вау здесь настолько графонисто что даже остаются следы интересно так вау здесь можно обезглавливать прямо ух ты игра настолько жестока что здесь можно просто расчленять полностью жесть оттого и лучше что такое реализм есть боже мой они ели уже сгнивший труп или это все случилось недавно давайте обыщем место крушения сундук открыть хранилище в сундуках лежат ценные предметы но открыть сундук можно только если у вас есть ключ давайте его поищем фонарь нет это верстак на котором видимо что-то можно делать метку указывает наверх давайте пройдем а вот вот этот тотем вот осталось три ага все таки темные силы какие-то здесь есть да эти голоса в голове чертого голоса кажется мы так сможем сойти с ума вот вы же слышите это же не только мне кажется где-то еще да 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 где-то еще заговаривают так это капитан капитан ну-ка помогите нам я думаю вам уже это не пригодится а где же где же этот тотем еще один я его слышу ах вот ты где спрятался не дадим темным силам одурманить наш разум осталось два тотема возвращаемся возвращаемся хранилищу и открываем его с нужным инструментом вы сможете взломать этот сундук так мы и сделали древесина и лом железа то есть железные обломки изготовьте гвозди давайте гвозди самодельные железные гвозди верстаки можно использовать для изготовления или ремонта предметов отремонтируйте корабль давайте этим займемся а то к чертовой матери мы пойдем ко дну а мы все этого очень сильно не хотим констяна вау охотница жива и это оказывается все происходило прямо за глыбами льда боже мой ребята спасите инженер стреляй как же добить чертова медведя инженер почему-то так бесчеловечно нужно помочь может быть она нам тоже поможет здесь выжить отключка получив значительный урон окажетесь без сознания человека без сознания можно спасти если перенести его в постель пока он не истек кровью давайте скорее ей поможем думаю она может рассказать где здесь есть залежи угля или где тоже погибали другие моряки мы сможем найти полезные для нас ресурсы да 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 вода идет я понимаю черт возьми трюм уже затопило давайте скорее ее положим в постель и начнем латать повреждения да 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 священник сейчас первая течь золотана осталось сечь номер 2 в какой-то каюте до видимо где проходят общие сборы его экипажа готова ну что ребят кажется мы останемся живы я думаю вы чертовски рады но может быть вы уже хотите чтобы это поскорее все закончилось и я вас могу понять о вода уже сошла или кто-то ее вычерпал наружу движемся дальше до капитан вы капитан да нет вы кажется какой-то какой-то военный где же ваш мушкет я уже несколько недель не высыпаюсь все потихоньку сходят с ума команда сильно устала ребят я представляю так кажется на пути у нас опять чертов ледник чертов айсберг мы же не хотим повторить судьбу титаника давайте как-то останавливаться может быть капитан отлично он нас услышал и остановился во время но путь нужно продолжать значит нужно решить эту проблему базовый лагерь 12 часов для начала снежной бури корабль не сможет расколоть лед без посторонной помощи нам нужно будет взорвать один наш штурман заметил лагерь на тех утесах там валяется куча припасов если нам повезет то там будет нитроглицерин отлично но там кажется были подвешенные трупы боже мой что здесь происходит давайте скорее выбираться изготовьте ледоруб верстак неподалеку давайте это сделаем то что от нас просят ледоруб примитивный инструмент для скалолазания позволяющий рубить куски льда требуемые предметы доски обломки железа и гвозди скалолазание по некоторым поверхностям можно подниматься подойдите ко льду нажмите клавишу и чтобы взобраться используйте клавиши движения чтобы лазить вверх и вниз ну да можем вверх а вниз все понятно поднимитесь на ледяную стену осталось совсем чуть-чуть и мы уже будем на вершине опять трупы откуда столько скелетов откуда столько погибших ладно кораблекрушение волки там объели но на вершине боже мой скелет это кажется опять какой-то капитан что здесь мать твою происходит боеприпасы для кремниевого оружия и кремниевый пистолет это будет полезно а что находится в этом скелете костяная дубина я думаю кости чужие собирать нам уже хватит оружие есть давайте будем с ним двигаться потому что все здесь как-то неспокойно черт возьми опять это белая пелена здесь кажется нужно прыгать иначе можно упасть и разбиться камень возьмем может быть нужно будет отбрасываться или отвлекать каких-то животных кости 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 не нужны нам так кажется это тоже какой-то капитан или штурман жилы давайте возьмем и беритесь на лагере мы уже кажется близко давайте ускоримся той голод нас тоже настигает да и вечередь наверное уже скоро будет найдите взрывчатку то что здесь происходит мужчины подвешены английский лагерь это такая же экспедиционная группа как наша но кто же с ними так мог зверски разделаться человечина сырая не надо так это плохо черт возьми что здесь столько крови боже мой чуть человечина ты же людоеды твою мать давайте поскорее забирать нитроглицерин и сваливать отсюда может быть все таки здесь остался кто-то живой может быть мы можем как-то помочь арсенал а может быть что-то полезное конечно порох свинцовый слиток насколько только нам может быть это полезно данный момент могилы то есть все-таки какие-то осознанные люди здесь живут все-таки хранили кого-то по-христиански но зачем же есть черел человечина хорошо разбитый лагерь это мне кажется не последних еда была конечно тут кожевник обувщик у них все здесь хорошо это просто чертова людоеда видимо только своего ближнего похоронили так по-человечески компания можно выкапывать зарытые предметы лопаты выдерживаете правую клавишу мыши и нажимаете левую чтобы начать копать explosive когда ты уже уйдешь от нас как ты забрался наверх это что то охотница решила быть благодарным за спасение нашей группе давайте же убьем уже этого проклятого медведя и попался в капкан дружок тут ты мы тебя и добьем медвежий капкан и держите правую клавишу мыши кидайте леву давай давай сюда сюда и попался а теперь выстрел раз перезарядка охотница будь осторожна черт добили не зря мы нашли это пистолет их кажется наши товарищи солдат и охотница решили не возвращаться прямо сейчас на корабль стемнело похолодело да и голод подобрался решили разделась тушу медведя поужинать и отоспаться в этом лагере заброшенный лагерь день до начала снежной бури и мы снова играем за охотницу держитесь поблизости но не так близко потому что может рвануть логично мясо животного наверное пока не будем каннибалы твою мать а вот эти самые не люди о которых мы говорили так а можно с вас обратно собирать стрелы да можно подобрался уже сзади вот ты ублюдок и дается нас в этими камнями своими ок подожди нас подожди мы же тебя защищаем кажется отбились нет новые идут не подпускай их где же вы твари ну-ка камон камон ребят камон камон тут он хамон суда же ничего ничего пару ударов и дальше в бой легко давай давай не сбивайся с пути осталось совсем чуть-чуть снежная буря начинается да это уже не просто пелена это уже серьезно будем надеяться что я пройдет гладко мы сейчас взорвем айсберг и сможем продолжить свой путь хочешь заложить самый центр давай давай холод ваше тепло на низком уровне да 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 мы прекрасно все понимаем ты сможешь выстрелить отсюда выстрелите в нитроглицерин серьезно просто из лука не попали стоп кажется нужно зажечь нет видимо когда мы стояли далеко анимация просто не начиналась но как же просто от стрелы нитроглицерин боже мой сколько там нужно было настрелять давайте поднимемся на корабль сможем ли мы пройти тут не возвращаться жили нам так далеко черт это волки да мы сейчас можем подняться на борт с этой стороны скорее солдат возвращаемся на борт быстрее набор людоеды настигают да это тоже экипаж корабля потерпевшего кораблекрушения стали каннибалами проклятые людоеды охотницу тут уже всех спасла если бы не она то давай же последний момент хватился отлично если бы не она нас бы уже всех сожрали что медведь что эти одичалые люди уф кажется наш корабль и экипаж справились с этими сложностями браво поздравляю вас ребятам и кажется это была последняя часть прохождения обучения в игре dread hunger да и мы снова вернулись в лобби этой замечательной игры прямо сейчас dread hunger входит в топ 40 продаж по всему миру в steam и возглавляет список самых популярных новинок 2022 года бездельники давайте же вместе погрузимся в жуткое путешествие по арктическим льдам на этом канале будут выходить обзоры обновлений и гайды по страшному голоду не забывай подписываться и нажимать на колокольчик чтобы ничего не пропустить спасибо за просмотр и пока